Здравствуйте друзья, из отрезка толщиной 8 миллиметров отрежу несколько небольших полос, конструкция будет очень компактной. От листа 5 миллиметров также отрежу пару полос. Из этих полос буду сваривать основную несущую конструкцию будущего станка. Надо минимизировать люфты и сделать все очень аккуратно. Зажав все в струбцины и все подогнав сварю конструкцию, сначала прихватив в нескольких местах. В небольшой пластине сверлю отверстие под резьбу М12 и нарезаю ее метчиком. Болт обварю по кругу и отрежу головку болта. Подготовил все к сварке, сделал фаски на бывшем болте и отверстие для более глубокой проварки металла. От трубы подходящего диаметра отрезал небольшую часть, гаек в хозяйстве не нашлось и сделав небольшую выемку в муфте М10 приварю ее к трубе. Потом разрежу болгарки перпендикулярно. Петлю буду делать из муфты М6 и двух гаек. Примерно так будет выглядеть будущая конструкция регулировки вторичного вала. Вот что получилось после сварки деталей. Будущий хомут, конструкция из полос металла, позже сошлифую сварку. Приварил муфту и гайки, сделав петлю. Немного обработал швы. Получился очень мощный хомут с болтом М10 под шестигранник. Площадку со вторичным валом немного обработал. В одной гайке убрал резьбу сверлом. Также убрал сверлом резьбу приваренной муфте. Вот что получилось после обработки швов. Все ходит без люфтов и очень плотненько подходит друг другу. Отлично. Собираю будущий узел регулировки вторичного вала. Ход площадки в нужных пределах. Здесь будет регулировочный болт для площадки с валом. Он будет располагаться как можно дальше от оси вращения площадки для более точной регулировки. Здесь приварю небольшие площадки для крепления газлифта и нарежу в них резьбу М6. Приварил косное площадку крепления опорной пластины. Вырезал ее из листа толщиной 5 мм. Для крепления просверлю отверстие под М8 и сделаю разрезы для регулировки площадки по двум осям. С другой стороны будет приварена со смещением еще одна пластина. Все. Собираю всю конструкцию. На вал идут 6 подшипников диаметром 37 мм и внутренним диаметром 12 мм. Вторичный вал общей длиной 60 мм. Площадка с валом идет к подвижной стойке. Нашел в закромах болт с рукояткой. От чего-то заботливого мной ранее открученный. Вот он и пригодился. Подвижная часть хорошо подогнана и почти без люфтов ходит как нужно. Даже подумал просверлить небольшое отверстие внизу для воздуха. Но конечно же не стал. В крепление ставлю газлифт. Пробовал разные по силе. Мне больше понравился самый мощный. На 120 ньютон. К опорной пластине в комментариях советовали закрепить часть керамогранита. К сожалению у меня его нет. Но очень хочется попробовать. Приводом станка будет служить болгарка. Такой хомут очень надежно выполняет свою функцию. Ведущий ролик полностью самодельный. В его основе обычная муфта. Удлиненная гайка на 14 мм. А все остальное сделано по технологии. Описанное в видео про любой ролик. Оно есть на канале. Ролик не имеет биения вообще. А такой темный. Потому что я пару раз пшикнул в состав черной краской перед его изготовлением. Лента самая распространенная и дешевая. 610 на 100 мм. Разделенная пополам. И вот первая функция станка. В виде ручной шлифовальной машины. Очень много сфер применения для обработки различных материалов. От древесины до металла. Механизм регулировки положения ленты отлично работает в любом положении. Ну а чтобы воспользоваться второй функцией. Надо всего лишь сделать несколько несложных манипуляций. Изготовил небольшую подставку для крепления. К верстаку можно крепить по-разному. Или вообще не крепить. Я воспользуюсь струкцинами. Столик, он же подручник, также крепится к подставке. И имеет необходимые регулировки положений. Регулировка положения ленты превосходно работает на любой скорости вращения привода. Как на малых оборотах, так и на максимальных. Ребята, все по старой схеме. Если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик. Чтобы не пропустить следующие интересные видео. Жду ваших комментариев. Чертежи, как всегда, будут позже. В группах и в инстаграме. Продолжаем. В конце видео его покрашу в разные цвета. Будет как фломастеры. Станок получился очень интересным и очень полезным. Он прост в изготовлении. Имеет множество применений. Себестоимость его очень низкая. И он очень мобилен и занимает очень мало места. У него есть все необходимые для качественной работы регулировки. Начиная от напорной пластины и подручника. До положения ленты и вариантов установки и использования. Даже не знаю, стоит ли его украсить. Он и так, по моему мнению, очень красивый. Но, вот что получилось. Мда. Ну, тоже вариант. Спасибо за просмотр. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok